МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. На маршрут в Чебоксарах и Новочебоксарске вышли в рейс новые троллейбусы. Незаконные постройки в столице республики освобождают земли от самовольно построенных гаражей. Хоккей без границ. В Чебоксарах прошел межрегиональный турнир по адаптивному хоккею. Итоги социально-экономического развития Чувашии в январе обсудили сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства. О некоторых цифрах и фактах в нашем материале. Экономика Чувашии, как и всей страны, переживает последствия пандемии. В январе зарегистрировано снижение экономической активности в промышленности, в строительстве, на потребительном рынке. При этом предприятия отгрузили товаров на сумму в 16 миллиардов рублей. Рост зафиксирован в сельском хозяйстве, увеличились надой молока, больше стали выращивать томатов и огурцов. Январь характеризуется увеличением средней заработной платы и снижением безработицы. Отдельная тема – рост цен на социально значимые товары. Инфляция в прошлом месяце составила 1%, это чуть больше общероссийских показателей. Минэк контролирует ситуацию. Было заключено соглашение с производителями и с торговыми сетями по ориентировочным ценам у производителей в рознице. В данный момент более 100 предприятий торговли соблюдают условия соглашения между федеральными органами власти, товаропроизводителями и федеральными торговыми сетями по поддержанию цен на сахар 46 рублей за килограмм и масло подсолнечное 110 рублей за литр. Исполняющая обязанности министра финансов Чувашской республики Ольга Метелева отметила снижение поступления в бюджет налоговых и неналоговых доходов. И это тоже связано с пандемией. Многие предприятия работали в режиме ограничений и у них резко упали доходы. Некоторые были вынуждены закрыться. Земли под застройку в Чебоксарах, как и в любом крупном городе, с каждым днем все меньше. И это сдерживает развитие столицы. Один из вариантов освобождения участков от самовольных построек, в частности от гаражей во дворах. Появление таких сооружений можно объяснить несколькими причинами. В свое время строить гаражи в шаговой доступности разрешали ветеранам и инвалидам. Владельцев не стало. Соответственно, договоры аренды земельных участков завершились. Наследники, если таковые имеются, обязаны перевести гаражи на утилизацию или переставить на земельные участки, находящиеся в их собственности. Вторая причина – самовольное строительство. Нередко соседи пристраивались к уже имеющимся сооружениям под шумок. Между многоквартирными домами номеров 2 и 6 по улице Ахазова межведомственная комиссия вскрыла еще один металлический гараж. Всего их здесь под снос 13. За самовольное занятие муниципальных земельных участков предусмотрена административная ответственность по статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция для граждан – 5 тысяч рублей. Сознательные граждане могут обратиться в дирекцию гаражного хозяйства. Администрации города предусмотрены специально отведенные земельные участки для предоставления услуг по размещению гаражей в аренду. Семья Антоновых купила гараж, выйдя на пенсию. До этого он был служебным, но таким родным. Не могли с ним расстаться и решили – нужно брать. Вот только земля под ним – в собственности города. Мы вынуждены вас, будем это как я, сначала к административной ответственности привлечь за самовольное занятие земельные участки, да? Так вы нам отсрочку дайте, он инвалид второй группы. Хоть бы отсрочку дали, мы бы на дачу его увезли бы. Сейчас я бы круто такси вызвала бы. На начало работы на дворовых территориях города Чебоксары было выявлено почти тысячи гаражей. За несколько лет, с 2017 по 2020 годы, удалось освободить более 700 земельных участков. Они необходимы для развития городской инфраструктуры. Этот земельный участок будет благоустроен. Здесь планируется, значит, открытие частной клиники. Плюс, значит, здесь будет парковка для жителей ближайших домов. Только в 2020 году на территории Московского района города Чебоксары было снесено 59 гаражей. В этом году специалисты планируют снести 40 объектов. Екатерина Шиверова, Александр Отяков, Республика. Начало строительства новой республиканской клинической больницы запланировано на 2022 год. Сейчас идет подготовка земельного участка, разработка медико-технического задания и проектно-сметной документации. Необходимость строительства новой больницы очевидна. РКБ строилась 65 лет назад и не была рассчитана на современные реалии. Ежегодно больница обслуживает более 100 тысяч человек. Более 18 тысяч проходит лечение в стационаре. Увеличение рабочих площадей позволит увеличить объемы оказания как специализированной, так и высокотехнологичной помощи, считают специалисты. Сейчас в рамках заключенных соглашений между кабинетом министром Чувашии и государственной корпорацией Ростех идет активное обсуждение проекта. Сейчас решается вопрос у одной из составляющих республиканской клинической больницы. Это перинатальный центр с целью максимального, то есть размещения коек в этом корпусе, соблюдения всей логистики, самое главное, соблюдение всех санитарных правил норм, чтобы наши пациенты получали помощь в комфортных и современных условиях соответствующих всем нормам и правилам. Около недели назад первая партия из 10 троллейбусов передана Чебоксарскому и Новочебоксарскому троллейбусным управлениям. Новые троллейбусы уже вышли на линии. На маршрут столицы республики выше первые 4 троллейбуса. Два из них обслуживают маршрут номер 1, еще два номера 18 и 21. Обновление парка – шаг закономерный. Об этом давно мечтали жители двух городов, да и сами водители. Минтранс заключил два контракта на поставку троллейбусов в количестве 68 штук. После Нового года Минтрансом России и с Минпромторгом ведется работа по возобновлению финансирования бюджетных осигнований. И до 1 апреля мы ожидаем поставку. В модели с символичным названием «Горожанин» учтены все потребности пассажиров. Программа «Доступная среда» предполагает низкопольность. То есть мамы с колясками, маломобильные граждане могут очень удобно и доступно пользоваться данным транспортным средством. В салоне имеются видеокамеры, видеонаблюдения, также имеются USB-зарядники для мобильных телефонов. Еще 21 троллейбус проходит предэксплуатационную проверку. А это значит, что увеличится количество транспорта. Екатерина Шиверова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. И в развитии темы два троллейбуса сегодня досрочно уехали в парк. Один из них угодил в аварию, другой вышел из строя. Обстоятельства выясняются. Найти пропавшего человека, прийти на помощь в чрезвычайной ситуации, спасти человеческие жизни. Сотрудники МЧС делают это по долгу службы, но у них есть волонтер-активисты. Именно добровольцы порой оказывают неоценимую поддержку специалистам. Взаимодействие – вот что стоит в основе этих отношений. Пожары, наводнения, пропажи. В чрезвычайных происшествиях лишней помощи не бывает. Специалисты МЧС всегда готовы задействовать волонтеров. Хорошее сотрудничество сложилось с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». У МЧС есть необходимая техника, к примеру, снегоходы, автомобили повышенной проходимости и даже вертолеты. Основной большой вопрос – еще помощь в эвакуации. Есть такие удаленные районы, есть люди, которые требуют эвакуации, в том числе дополнительно еще и оказание какой-то первой помощи. Вот здесь тоже бы хотелось все-таки найти взаимодействие с людьми, которые к этому готовы. Скоро будет год, как в республике работает волонтерская линия по доставке продуктов и медикаментов пожилым людям в условиях ограничительных мер из-за пандемии. После непродолжительного перерыва добровольцы вновь востребованы. На сегодняшний день в каждом муниципалитете республики открыты местные горячие линии и также работает федеральная горячая линия 8 800 234 11, куда поступают заявки, и наши волонтеры активно их отрабатывают. За время реализации акции на сегодняшний день муниципальными образованиями выполнено более 2000 заявок. По федеральной горячей линии поступило порядка 600 заявок. В МЧС Почуваши активно обучают сотрудников собственной поисково-спасательной службы. Знания основ пожарной безопасности, спасения людей на водоемах, оказания психологической помощи этими навыками должны владеть все спасатели. В Чувашской республике, когда создавалось 1 июля 1994 года поисково-спасательной службы при МЧС Чувашии, по Чувашской республике, их было всего 7 человек. На сегодня у нас 91, и эту работу мы выполняем уже на профессионально подготовленной основе. Результат такого сотрудничества очевиден. Это предупреждение чрезвычайных ситуаций и сотни спасенных жизней. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Дмитрий Салманов, Республика. Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник. В Чувашском государственном университете День российской науки прошел весьма наглядно. Движущая сила прогресса. Студенты и преподаватели вуза, преодолев минусы дистанционной формы обучения, смогли представить ряд интереснейших проектов. Уникальная система безопасности, литературное приложение, профориентационные терминалы и многое другое. Особое внимание привлекла необычная платформа, которая легко может заменить собой беговую дорожку. Эта вибра-платформа полезна для пожилых людей, которым бег противопоказан. Дело в том, что когда люди бегают, огромный износ суставов, коленей. А здесь они просто стоят и занимаются спортом, при этом суставы сохраняют. Ну, также полезно для молодых людей, они просто качаются. Некоторые проекты уже реализованы на практике. К примеру, оборудование с функциями распознавания лица и измерения температуры стоит на входе в университет. Когда началась пандемия, и начали проверять наличие маски и проверять температуру тела, мы заметили, что образуются огромные очереди. И чтобы избежать этого, мы решили создать такой продукт, это биометрия в настоящее время очень актуально. Нам не составило труда придумать этот продукт. Молодых ученых поддерживают преподаватели. Свой интерес проявляют и будущие работодатели. Изобретатели, они еще совершенно люди, которым необходима помощь. И когда мы видим такие глобальные градообразующие предприятия, как завод Чапаева, как ЧАС, которые финансируют в итоге изобретения и дают дальнейший прикладной старт развития науки, это то самое идеальное модель, к которому по большому счету мы и должны говорить в Год науки. Грамоты и сертификаты – обязательные атрибуты награждения особо отличившихся. Но, как говорят студенты, главная награда – это возвращение в родные аудитории. В вузах республики вернулись к очной системе обучения. Ольга Семенова, Павел Иритков, Республика. В центре Эдкер прошло первое заседание Детского общественного совета приуполномоченном по правам ребенка в Чуашии. На конференц-сессии, которая впервые прошла оффлайн, обсудили первоочередные задачи. Убежден, каждый из вас осознает степень ответственности быть членом общественного совета приуполномоченным по правам ребенка. Об ответственности и не только. На первом заседании Детского совета говорили о первоочередных задачах. Участников волнует качество образования при ограничительных мерах защиты интересов детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, выполнение обязательств по предоставлению жилья сиротам. Глава республики ждет от активистов конкретных предложений по сотрудничеству с органами власти. Я честно признаю, я лично не совсем удовлетворен тем состоянием дел, которые у нас делаются в плане, как это принято говорить, молодежной политики. Но вот как раз вот эта неудовлетворенность позволяет или заставляет искать новые подходы в этой деятельности. И в связи с этим у нас очень много планов. 30 представителей по одному от каждого муниципального образования входят в состав Детского совета. Каждый прошел строгий отбор. Если, соответственно, должность связана с защитой прав интересов детей, мне хотелось, чтобы рядом со мной моими помощниками были сами дети. И поэтому мы провели, соответственно, собеседование. Этих детей отобрали, наш Детский общественный совет. И с ними проработали небольшое время, но приходилось сообщаться только в формате ВКС. Сегодня у нас состоялась первая встреча. Членам Детского общественного совета вручили свидетельство о назначении специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность. Одно из ведущих приборостроительных предприятий страны, научно-производственный комплекс «Илара», отмечает 51 год со дня основания. Все это время завод выпускает технику для авиации и промышленную, и автомобильную электронику. Вот уже больше полувека лидирующим направлением предприятия остается выпуск продукции для авиации. Но за последние годы выросла и доля гражданского оборудования до 42% от общего объема. На заводе создана мощная база для производства систем управления, бортовой вычислительной техники и систем индикации для летательных аппаратов военной и гражданской авиации. Новое направление – оборудование для российских железных дорог. Системы, произведенные на Иларе, использовались при модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, строительстве Крымского моста. На предприятии трудится более 3000 человек. Глава Чувашия вручил награды отличившимся работникам. За это время предприятие постоянно показывает динамику. Динамику в различных направлениях. Это прежде всего, мне кажется, надо отметить динамику в изменениях. В изменениях, которые адекватны изменениям внешней среды, изменениям конъюнктуры рынка, изменениям требований, компетенциям, но и самое главное, вот эти все изменения позволяют предприятию не просто удерживаться на плаву, а самое главное – смело смотреть в будущее. И вот это, мне кажется, самое ценное. Как реализовать себя в сельхозбизнесе? На чем проще подняться? На молоке, мясе или овощах? Сегодня по республике, по мнению экспертов, сложилась более чем благоприятная ситуация для развития сельского хозяйства. Найти свою нишу удалось и фермеру из Козловского района. Дуйка два раза в день перед выгоном на прогулку – завтрак, затем уборка. Стадо большое – около ста голов. И перед тем, как снимать сливки, приходится потрудиться. Немалую помощь Сергей получил в прошлом году от государства. Это помогло скоординировать направление развития и встать на ноги. В планах есть дальше расшириться. Получили субсидирование, господдержку по начинающему фермеру в размере гранта 4 миллиона. И на эти 4 миллиона сейчас отстроили ферму, заказали полностью оборудование, привезли танкохводитель, а остальное ждем как бы поступления оборудования. Навоза удаления, молочную линию и систему паяния с привезью. На 100 голов. Хозяйству Ильиных 10 лет. Но молочные рейки потекли не сразу. Начинали практически с нуля. Когда мы начинали в 2010 году, тогда вообще сложно было, тяжело было. И трактора у нас не было. Тогда лошади только мы купили лошадь. У нас лошадь тогда была. Вот потихоньку технику закупили. Расширялись. Тяжело было. Но вот с господдержкой уже все легче. Сразу вот фундамент поставили под крышу. Новая ферма большая, хорошая. Думаем, что условия теперь намного лучше будет. Мы хотим все-таки выйти на более лучшие показатели по молоку. Человек, который хочет работать, он всегда найдет, что сделать. А государство нам очень помогло. Мы сами своими силами с братом пока не смогли бы новую ферму отстроить. В последние три года устойчивый рост эксперта наблюдает не только в животноводстве, но и во всей сельскохозяйственной отрасли. Вопреки всему порадовал 2020 год. В одном только Козловском районе собрали небывалый урожай – 40 тысяч тонн овощей. Хорошо показали себя рыбоводы, более 240 тонн товарной рыбы. Были ягоды у нас в этом году, ввели новые культуры, например, проса, люпин. А зимой рыжик в этом году попробовали. Очень неплохие результаты. Вводим оборот земли. В этом году ввели 505 гектаров. Увеличилось дойное стадо. На Анкорне стало больше. Построили мы 4 фермы. Две реконструировали. Таких результатов во многом удалось достичь благодаря господдержке. Появился спрос на землю. Вводятся в оборот залежные и заброшенные участки. Сейчас и по социальным программам все делается. И грантовая поддержка, и субсидирование. Это уже все наши товаропроизводители поняли. Стараются получить все субсидии. Грантовая поддержка очень сильно повлияла. Вот за три года 9 человек у нас получили. Наталья Мальчикова, Александр Отяков. Республика. Шумерлинский район в годы войны был своеобразным плацдармом. Только там шла не военная операция, а тыловая. Сотни жителей строили оборонные рубежи. В Шумерлинской сельской библиотеке открылась экспозиция «Наш сурский рубеж обороны». В формировании линии обороны участвовали все дворы. Почти в каждом доме жили военные и строители. Здесь квартировался 16-й саперный батальон. И была медсанчасть. Андрей Мастайкин решил провести раскопки на части территории. И обнаружил предметы того времени. Скопки различной длины и диаметров. Гвозди, это в принципе земельный участок, 4 навозчик попали точно под наблюдательный пункт 1941 года. И сразу обнаружили вот эти артефакты. И воодушевленные успехом, мы в течение недели создали вот эту экспозицию. Люди узнали, начали ходить, интересоваться. Мы эту работу будем продолжать. Очень интересно здесь. Городы приезжают, эти тираны потянулись, родные истории рассказывают, кто услышал, кто что видел. Еще шестилетним мальчиком Виктор Федяров любил бегать по блиндажам, где нашел ценные экспонаты – саперную лопату и топор того времени. Хранил долгие годы, но сейчас отдал в музей. Очень запомнился мне холод. Зима под 40 градусов. Я видел, как птица летала и падала от мороза. Лед на реке Шумерлинке лопался, и такой, как пушечный выстрел от мороза. Из леса слышу было, как пушка стреляет. Это не пушка, а что гера лопала. Наши воины мерзли, нещадно мерзли. Никого не видел шапки, не видел полушубки или шубы, теплую шубу. И валик не было. Был шинель, так, и буденок, так, и вместо сапог ботинки, так, солдатские. И они ходили, строим, так, вот так, вот так, вот так, вот так, сейчас показываю, вот так. Почему? Потому что ноги мерзли. Враг стоял уже недалеко от Москвы, поэтому строили укрепление круглосуточно. Кто был способен помогать? Помогали. Моего брата, жена, вот ей было 14 лет, она пошла помогать, копать. И вдруг они захотели с подружкой помыться в бане. И ушли. Это обнаружилось. И по законам военного времени их арестовали и наказали. Нельзя было покидать свой пост. Невидимый фронт в тылу долгое время официально оставался в тени. Историки только начинают разбирать рассекреченные документы. Летопись трудового подвига еще будет пополняться новыми страницами. Екатерина Шиверова, Сергей Копеев, Республика. Хоккей без границ на два дня столица Чувашия стала местом проведения межрегионального турнира по адаптивному хоккею. Соревнования такого уровня Республика приняла впервые. Хоккей играет самая сильная, самая устраивная и самая сильная. Как говорится, в жизни труд не играет надея. Ледовые баталии объединили тренеров, родителей и юных спортсменов. Хоккей – непростая игра. Хоккей – энергозатратная игра. Но главное – тренироваться, и все получится. Управлять санями, в одной руке держать клюшку, да еще и взабивать шайбы. Непросто, но мальчишки играют с азартом. В спортивных баталиях участвовали шесть команд. Из Нижнего Новгорода, Саратова, Кирова, Балакова, Москвы и, конечно, юный хоккеист из Чебоксар. Наша команда занимается в региональном центре по хоккею. Здесь созданы все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Им здесь очень удобно. Раздевалки приспособлены, есть пандусы, есть специальный выезд, широкий налет, потому что детки у нас играют в санях. Впервые в республике состоялась уникальная игра между двумя командами с ограничениями по зрению и полностью незрячих. В этом матче победа была за нашими ребятами. Счет 4-2. В детском хокке все-таки есть пушеры. В команде незрячих есть тьютеры, которые помогают ребятам все-таки в передвижении некоторых. Это все требует особого внимания от судейского корпуса. Наша команда «Атл» стала победителем в дивизионе «А», а в дивизионе «Б» – юный хоккеист из Саратова. Все команды получили медали, кубки и памятные подарки. Ребята разъехались, обещав друг другу встретиться еще раз, ведь многие обрели здесь друзей. Инесса Потапова, Сергей Копеев, «Республика». Это были главные новости понедельника, 8 февраля. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова